Всем привет! Привет! С вами Таня Шахбандер. Напомню, кто я. Я женский трансформационный коуч с психологическим образованием. Помогаю вам проходить ваши жизненные ситуации, выходить из кризиса, исполнять свои желания. И сегодня мы с вами встречаемся, чтобы продолжить изучать тему, невероятно интересную тему, а именно архетипы в стиле. Если вы не знаете, у меня на YouTube-канале уже есть два интервью с Катериной Стефанишин. Это стилист по архетипам, которая объединила психологию, глубинное понимание человека и внешний вид, которая объясняет, как внутреннее влияет на внешнее, как внешнее влияет на внутреннее, и какая взаимосвязь, и как опасная неконгруентность, а именно несовпадение, когда мы демонстрируем не то, что мы чувствуем, не то, что мы обладаем не тем, чем мы обладаем внутри, и наоборот, как благостно влияет на нас то, когда мы транслируем это то, чем обладаем внутри, когда мы конгруентны. Это значит, что у нас есть равно между тем, что мы чувствуем и так, как мы выглядим. И это и есть харизма. Вот такой оказалось для меня, и сайт был самый сильный, что харизма — это когда есть вот это совпадение. Это не обязательно выглядеть там суперкруто и дорогие вещи. Это когда ты совпадаешь внутренне и внешне, у тебя резонируют и соответствуют. И сегодня невероятно интересная тема. По сути, эту тему я просто для себя, это такая, можно сказать, публичная консультация для меня, потому что я хочу эту тему с архетипами до конца разобрать. Мне уже очень это помогло. Я настолько прочувствовала, как некоторые элементы, детали помогают себя вводить в нужное состояние. Вот мы разобрали индивидуально, у меня была личная консультация с Катериной Стефанишин, благодаря которой я смогла понять, какие у меня сейчас преобладают архетипы, какие мне сейчас ненужные архетипы, то есть которые у меня, но они мне вредят. На мои жизненные задачи они не отвечают. И мы проговорили, как можно это компенсировать по-другому, чтобы они мне не мешали. И проговорили те архетипы, которые во мне есть, но которые желательно во мне больше включить, активировать для того, чтобы они дали мне энергию на проживание определенных своих периодов жизни. И сегодня будем говорить о тенях. Что такое тень? В принципе, это очень распространенно в психологии понятие. Здравствуйте, Достерой! Очень распространенно сейчас со всеми с вами поздоровайтесь. Пишите, откуда вы пришли. Рада вас всех видеть. Будем говорить о внешнем виде, как о зеркале нашего внутреннего состояния и о том, как благодаря этому внешнему виду вводить в себя нужные состояния и благодаря им усиливать те внутренние качества, которые помогут нам решать жизненные задачи и проходить именно те ситуации, которые нам даны. К сожалению, пропустил. Что такое архетип? Архетип. Вот, кстати, подключилась наша любимая и дорогая гостья Катерина Стефанишин. Я сейчас подключаю, и мы ответим на этот вопрос сразу, коротко. Ой, боже, сори, 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 я что-то не то сделала. Простите, вот, нет, да, какое-то у нас взаимодействие пошло с Лерой, с тобой, и случайно нажала. Ехо, привет, привет, привет. 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 Спасибо большое за то, что ты согласилась провести еще одну такую публичную лекцию и рассказать чуть-чуть больше об архетипах стиля. Спасибо за сердечки, все, кто с нами. Спасибо. Вы задавайте вопросы. У нас уже прозвучал вопрос, и так как я очень хочу, чтобы мы прошлись по всем теням, поэтому буквально в двух словах расскажи, что такое архетип? Вот человек вообще не знает, что такое архетип. Так, архетипы. Во-первых, всем добрый вечер. Меня зовут Катерина Стефанэйшин, я стилист по архетипам. Что такое архетипы? Если это коротко и не углубляться в психологию, если по психологии, то это образы из коллективного бессознательного. Это психологам можно сказать, да, то есть все, что вокруг нас, есть образы, есть наша тысячелетняя память, и когда мы говорим, к примеру, правитель или герой, мы сразу представляем кого-то, правда? У нас есть образ, который складывался сотнями и тысячелетиями, да? Вот можно это так сказать коротко, то, что мы представляем, когда говорим какое-то слово. Ну, я считаю, что архетип как пра, да, то есть пра-образ, то есть древний. Да, пра-образ. Корни, откуда эти все наши образы, которые мы сейчас имеем в голове? Да, 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 это если коротко. Можно говорить, если метафорами, то можно сказать, что это как бы амплуа актеров. То есть есть много людей, которые могут играть Джульетту, есть много людей, которые, актеров, да, которые играют роль. Вот это вот можно сказать, это амплуа актера, то есть вот это роль. Те роли, которые мы играем. Да, ну роли-то мы можем разные. Да, 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 включаться в это, да, то есть актеры же, они как бы включаются, да, и проживают эту роль. Ну, это если вот говорю метафорами, если по психологии, то это вот такой образ про образ. Я помню, что ты говорила, что в каждом из нас присутствуют все архетипы на самом деле. Просто они активируются и включаются в зависимости от жизненных обстоятельств, правильно? Да. И мы сейчас говорим об одной из систем, потому что систем очень много по архетипу. Мы говорим об одной системе, и мы говорим только 12 архетипов, и мы, собственно, будем по ним идти. Да. И так как мы уже сняли два лайва, у нас было два интервью, в которых мы сначала немного хаотично просто так знакомились, что это такое, что такое архетипы, как они в стиле вообще. Проявляются. Да, спасибо, что интересно. Действительно, очень. Я прямо этой темой вдохновлена очень сильно. И в прошлом лайве мы очень структурно рассказали о пути героя. Мне так хотелось его, и вот благодарю за то, что ты согласилась провести его, в котором мы прошлись и довольно подробно, ну, насколько это было возможно за час сделать, про каждый архетип говорили. Поэтому я сегодня хочу уже, чтобы мы чисто пошли по теням. А я вам всем предлагаю пойти на мой YouTube-канал, и на моем YouTube-канале посмотреть это интервью в записи. Я надеюсь, что оно уже вышло в эфир. Если еще не вышло, то оно выйдет скоро. Поэтому YouTube «Таня Шахбандер» сейчас в комментариях напишу, просто чтобы вы могли знать, как меня найти. Ну, точно так же, собственно, как и Instagram, так же я и на YouTube «Таня Шахбандер». Это очень легко. Вот, и все. Чтобы мы как бы не повторяли сегодня. Да. И пойдем по пути героя, наверное, да, по порядку. Начнем с тебя. А вообще давай мы пойдем в такой тень. Ну, так для порядка, я думаю. Да, 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 да. Да, я максимально буду стараться коротко. Если мы что-то проскакиваем, и возникают у кого-то вопросы, вы набирайте, я с Таней вижу, мы будем возвращаться, или мы уже в конце ответим, или походу, если я увижу, что мы еще включаемся, то я буду на все отвечать. Я сама люблю эту очень тему, поэтому она меня тоже вдохновляет. Я работаю с одеждой, я работаю и с внутренними архетипами, мне это очень нравится. Да, мы с Таней тоже прорабатывали, и результаты, думаю, как ты сама довольна? Очень, я очень довольна, вот мне настолько все наши образы, которые мне подобрали, нравятся, и я вот играюсь, смотрю, в какой ситуации, мне какой больше хочется подчеркнуть архетип, и это очень классно работает. И ты осознанно уже заходишь в это. Вот этот браслет геройский, вот люблю его, вот мы договорились, что героя будем немного во мне включать, потому что бы он не наделал делов, да, вот, но вот этот маленький геройский, он мне дает какую-то силу, и мне это нравится. Хорошо, возвращаемся к теням, что такое тень. То есть мы понимаем, да, если вот система 12 архетипов, это наши образы, это то наше внутреннее такое естество, да, такой стержень, который мы можем подключать. Я сразу скажу, что есть 12 архетипов, они все есть у нас, просто в разном процентном соотношении, это то, что мы уже говорили до того. Есть плюс и минус, можно так сказать, да, светлый образ и теневая сторона. Что такое теневая сторона? Это то, что мы какое-то достаточно длительное время не позволяем проявлять в себе. У нас есть какие-то желания, возможно, какие-то страхи, да, постоянно процесс жизни идет, и чему-то мы не позволяем проявляться. Возможно, из-за каких-то социальных ролей наших, да, уже установленных, возможно, из-за какого-то давления в обществе, может, на работе я не могу себя проявлять, возможно, где-то дома, да. И оно накопительный эффект. То есть мы говорим, ну, еще чуть-чуть подожди, и сможешь это делать. Ну, вот еще чуть-чуть, и сможешь. И вот это еще чуть-чуть, чуть-чуть, оно у нас так слоями накладывается. Я говорю, это такой образ шкатулочки. То есть мы туда складываем какие-то наши маленькие желания, их становится больше, 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 дальше мы уже утрамбовываем, утрамбовываем. В какой-то момент этот сундук или чемодан, он, да, его начинает распирать, и он может, как сказать, да, взбродить и открыться, лопнуть. Тогда это действие, я называю, вылетел дракон и спалил все огнем и пламенем, выпалил вокруг. Это если метафорично говорить, это то, что мы совсем долго утесняли, и он говорит, все, мне все надоело, все пошло к черту, я буду делать, как я хочу. И мы знаем, что это такое иногда у нас происходит в жизни, когда происходит, меня слышно? Да, я говорю, и получается у тени есть два полюса, тени, когда она скрывается, и вот этого вообще не видно, да, и когда она взрывается, и этого уже много, и вообще в извращенном виде. Да, это когда уже перебор, это когда люди там, не знаю, разводятся со скандалами, к примеру, да, или бросают все, уезжают в другую страну, внезапные увольнения. То есть не когда ты осознанно переходишь на какой-то уровень, а когда ты все рвешь. Этого можно избежать, когда понимать, какая, да, теневая сторона архетипа, что я утыскаю, не знаю, как правильно это сказать, ущемляю. Прячу, да, закрываю. А что я прячу, и его по чуть-чуть вытаскивать, это то, что я сказала, когда открыть вот этот вот сундучок или этот чемодан и рассмотреть, а что у меня там, потому что обычно там очень много энергии. В тени это огромная сила, потому что это наше желание, которое мы складывали, 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 там их много, это мы, да, это наша часть, в которой мы не позволяем проявляться. Это куча силы и энергии. И вот наша задача, почему, как бы, это инструмент очень классный. Наша задача разобраться, как бы сказать, себя немножечко понаблюдать, продиагностировать и посмотреть, что я давно заталкиваю, да, в какую-то такую тень и рассмотреть, и этим пользоваться. То есть не ждать, когда оно взорвется, а взять себе на использование. И с клиентами мы обязательно ищем тень, теневой архетип, которого мы не даем проявляться, и мы его по чуть-чуть вытаскиваем. Я это делаю с помощью одежды, потому что это безопасный способ, вот так ты говоришь, да, например, этот вот браслет, он у меня напоминание этого архетипа, он его подтягивает. И когда я иногда сомневаюсь, кем мне сейчас быть, девочкой-эстетом или героем, я, когда мне нужен этот герой, я смотрю на этот браслет, он просто автоматически включается, ты знаешь это. И ты делаешь, не боясь, по чуть-чуть вытаскивая, да, позволяя, но ты не ждешь, когда уже герой пойдет с шашкой на голову, всех голову с плеч, и все, да? Мы не любим сами этих методов. Теперь мы, давай, мы вели в путь архетипам, ну, по теням я имею в виду, по каждому архетипу, я думаю, каждый сможет что-то уже в себе увидеть, даже вот так вот, благодаря нашей лекции. Да, давай, да, давай пойдем по пути героя, да, у нас первый это простодушный ребенок, значит, ребенок обычно, он у нас радуется жизни, он не любит ответственности, вот как и ребенок сам. То есть он любит просто радоваться и говорит, смотрите, как классно вокруг, как все красиво, как все хорошо, небо голубое, вода приятная, я хочу пить, пить, есть и спать. А какой же тень в ребенке? Вот, смотри, какая тень, это безответственность, то есть я не хочу этого делать. А давай, когда мы себе это не позволяем, когда мы это прячем, да, а потом, когда оно взрывается, вот как оно проявляется? Взрывается, это безответственность, то есть все, я не буду этого делать. Да, ты просто это кидаешь и говоришь, я не хочу этого делать, я не буду этого делать, я не могу этого делать, я хочу на ручке, я хочу, я не буду делать эту работу, хотя ты понимаешь, что ты не можешь ее не сделать, да, только взрослый. А ребенок говорит, а я не буду. Мы кидаем какие-то проекты, мы просто отключаем телефон и говорим, я не буду отвечать на эти звонки, потому что я не хочу. Мы потом разгребаем эту безответственность, если она у нас включилась, потому что мы понимаем, все равно надо будет это делать или я должен это сделать. Но у нас уже включается, когда мы могли по чуть-чуть разгребать, мы когда доходим до этой точки, мы просто бросаем. И это приходит такая, то есть он очень долго не замечает проблемы. Он закрывает глаза и говорит, я в домике, меня нет. Вот это я в домике, это про ребенка. То есть когда у нас включается вот это чувство, мне хочется сказать, все, я в домике, я ничего не знаю. Это тот ребенок, это тот простодушный, которого мы очень давно, то есть где-то надо расслабиться, где-то я переконтролировала, где-то я сильно передавила себя саму, внутреннего этого ребенка. Внутренний ребенок, это получается был долго зажатый внутренний ребенок, когда человек не позволяет себе радости, каких-то удовольствий, ослабляться. Да, скрутить вот эти гаечки немножко. Это очень часто бывает у правителей, то есть они вообще не позволяют себе все контролируем, все структура, все должно быть так, как я сказал, все-все-все-все, и у них, у первых, вот этот вот ребенок, вот посмотреть на правителей. В одежде это простодушный, чем мы можем вытаскивать его? Это очень легкие ткани, вот эти марлевые, такие оверсайзные, да, цветочки. Сделать себе два хвостика, побыть в этой девочке, пойти на качелю покататься с мороженым. Люблю. Я с дочкой хожу на площадке и катаюсь всегда. Прекрасно. Вы увидите, в какое вы состояние войдете, да, и вы себе дадите вот эти передышки на протяжении дня, и у вас уже в конце не будет такого, что все, я в домике, я ничего не хочу отвечать, я ничего не хочу делать. Вы не будете других обвинять безответственностью, это, кстати, тоже теневая. То есть он начинает наезжать на других и говорить, ты ничего не делаешь, да, то есть вы должны были сделать, а не я. Это тоже признак вот этого тени простодушного. Идем к следующей? Да, да, давай, славного малого. Так, следующий, да, у нас славный малый. Славный малый, как мы помним, это про социальность, это про дружественность, это он любит со всеми дружить, он хочет быть такой, как все, он любит компании, он не любит выделяться. Он такой вот свой парень, которого пришел, похлопал по плечу, и он вот такой, пошли, погуляем вечером, пойдем выпьем пиво или еще что-то такое, да, это дружба, как у него проявляется тень. Это впадание в жертву, которая начинает ждать к себе особого обращения, и знаешь, такой, сейчас скажу, как это сформулировать. Это такая жертва, что на него, вы на меня не обращаете внимания, вы меня не видите, ты ко мне давно не звонил, ты со мной давно никуда не ходил, это вот та жертва, которая начинает обвинять других, что ей не хватает внимания, потому что он любит быть, он любит быть в компании, да. И это вот та жертва, потому что жертв бывают разные, многие, но это вот про славный, малый, про этого. То есть если за собой наблюдать... Слушай, у меня такие осознания, потому что я думала, что жертва – это все-таки состояние ребенка, а получается, что это уже чуть выше, ребенок – это просто безответственность. Это разные. А вот эта жертва, вот этого нехватка внимания, это получается славный, малый в дефиците. Да, если ты начинаешь видеть, что да, пошли вот такие штуки, я начинаю к другим, то есть осознанный человек, он контролирует себя, ну как не контролирует, да, он как бы слышит себя за целый день, да, он слышит, что он говорит, то есть как бы он чистит в конце дня, да, свою голову, он понимает, какой день прошел. То есть если я вспоминаю, я понимаю, что я где-то произносила эти слова, у меня какие-то были претензии, нам никто ничего не должен, мы же это помним, да, это априори у нас должно быть красной строкой, что когда мне начинает кто-то быть должен, что-то со мной не так. Проверь, что ты должна сама себе, то есть это у нас первая проверка, если я начинаю хотеть от других, что мне кто-то что-то должен, нет, стоп, знаешь, возвращаемся к первому, к первому условию, что должна сама себе я, и все, хочу от другим давать, вдруг, другим могут давать мне. Сейчас у меня очень актуально, потому что я тоже, ну, как бы постоянно анализирую, что-то думаю, и вот социологами, психологами было исследование сделано, что вот в Америке, я думаю, что не только в Америке, это актуально и для других стран, бездомные люди обладают психологией мир мне должен, то есть вот мир мне должен, мне должны пройти, спасти, потому что меня не пришли, не спасли, вот у меня так жизни не сложилось, поэтому. Вот, и вот это вот, ну, как бы, это, так сказать, психология бомжа, вот именно не бездомного бомжа, да, это, оказывается, это славный малый в минусе. Да, если именно, смотри, если именно должны по социуму, то есть внимание, потому что сейчас мы будем рассматривать, состояние жертвы, оно может быть разное, ты сейчас увидишь. Поняла, поняла, значит, в Кипе может какая-то своя жертва быть. Мы говорили, это вот такое капризничание, то есть ребенок капризничает, он в домике, он безответственный, то есть это я не хочу этого делать, я не буду этого делать, ну, как бы у меня лапки, у меня, я в домике, еще что-то. Славный малый – это жертва, которая, ты не уделяешь мне внимания, почему ты со мной не пошел туда. Это вот та подруга, которая будет тебе звонить и говорить, почему ты мне не звонишь, Таня? Я тут одна, я тут сама, ты мне не уделяешь внимания, а я тебя люблю. Ну, это прекрасная манипуляция, я тебя люблю, дай мне внимание. Да. Как вытягивать этот архетип, чтобы он был… Как вытягивать, да, как вытягивать, то есть смотри, как его вытягивать, то есть если мы это делаем одеждой, мы его вытаскиваем по чуть-чуть, то есть мы понимаем, что нам не хватает внимания, что мы делаем, мы сами даем внимание. То есть я сама звоню подруге, тем, кого я хочу увидеть, другу, дочке, маме, я сама это даю, потому что это моя потребность, самое первое правило, да, я сама это дам. Одевать одежды, это джинсы, это какие-то такие футболки, это оверсайзные какие-то могут быть, это в чём удобно, это в чём ты себя чувствуешь защищённо и не знаешь, это не когда тебя будут рассматривать, ой, а во что ты такое одет, это то непривлекающее внимание, в котором тебе комфортно, и ты сам ищешь, кому ты дашь это внимание, вы увидите метаморфозу грандиозную, просто попробуйте. Оно сработает. Интересный вообще парадокс получается, чтобы привлечь внимание, нужно сделать так, чтобы ты не привлекал внимание, одеться вот как-то так вообще одинаково-одинаково, как все джинсы. Смотри, внимание, смотри, внимание, это, внимание есть такое внешнее, да, это когда на меня смотрят, вау, ничего себе красотка, да, это эстет хочет этого внимания. Если творцу будет внимание, ого, а что это на тебя такое интересное одето, это ты сама сделала такое внимание, и внимание, когда, слушай, я так по тебе соскочилась, не так тепло возле тебя. Да, это разные, не по красоте, а вот именно по мне, да. Да, это разное совершенно внимание, это обнимашки, знаешь, обнимашки вот такие теплые, я соскучилась по тебе, то есть возьмите, позовите к себе или в гости, или просто сходите с кем-то прогулять и сами позовите, вы увидите, насколько вы восполните вот здесь своё, там, где у вас пошло, что я, мне должны, я хочу, ты мне не даёшь, да, вот, дайте сами, вы увидите, просто попробуйте. Класс. Давай следующий, да, чтобы мы успели. А герой? Так, герой, герой, напомним, это у нас борец за справедливость, это у нас человек, который любит превозмогать, который любит разное, выйти в гору, да, он гору не обойдёт, он заберётся на неё, он скажет, я это сделал, я молодец. Нисяча лёгких путей. Да, вот, значит, герой. Герой в тени, это человек, который становится жестоким, его уже не интересует ни мораль, ни этика, ни интересы других людей, он идёт к своей цели, он идёт к своей горе. То есть, когда я начинаю, вот, я вижу цель, это вот, я вижу цель, я не вижу препятствий, то есть, я могу идти, я буду побеждать всех. Знаешь, то есть, как, я переступлю через головы, но я свою цель добьюсь, потому что я считаю, что она справедлива. Кто там пострадал, кто не пострадал, мне это уже не интересует. Ты знаешь, когда смотрю эти блокбастеры, всякие, Марвел, как эти супергерои спасают, я думаю, боже, они же крошат всё на свете. Я думаю, это сколько потом стоит, я же как критичный человек, сколько стоит, чтобы это отстроить. Это, значит, вот, герои, да, его минусы. Да, смотри, да, это, это герой, смотри, даже когда, если мы посмотрим Марвел, да, есть же у нас герои отрицательные, есть герои положительные, они как раз задумываются, да, вообще они ещё кого-то спасают или нет, да. А отрицательные говорят, так, ну, у меня есть цель, я, типа, спасаю мир, а вот смотр, даже мы можем вспомнить, у них тоже какая-то была цель, у кого-то даже благая, к примеру, я уничтожу полмира, чтобы выжила другая половина мира, да, Танос, там, к примеру, да, если мы говорили про Малду, то есть у него вообще благая цель, но он говорит, я вот так иду к ней, и всё. Да, это мы взяли глобально, но это как раз очень видно, то есть на таких глобальных примерах это очень понятно, то есть если я в себе понимаю, что я так конкретно уже иду к этой цели, и меня уже вообще не интересует, какими методами туда попадают, что я иду, мне надо остановиться и задуматься. Возможно, у меня герой не то, что как бы забылся, может, его давно не хвалили, может, почему он так делает, то есть герой вообще он за справедливость, это очень энергичный знак, он деятель, он очень много может всего сделать, его энергию надо использовать. Если я уже увидела за собой такие нотки, да, то есть я готова уже идти по головам, и мне говорят знакомые, слушай, ты как-то так, типа, меркантильно идёшь, да, или, к примеру, у меня в карьерном росте у меня есть цель, и я туда валю. И мне говорят, слушай, ну ты уже забываешься, то есть смотри, там, здесь ты уже там переступил, здесь переступил, мы живы, там где-то, да, это как раз, это вот про этот героизм. И ты говоришь, да ну чё, ну у меня как бы цель, у меня благая цель, я там, когда туда дойду, я буду там, о-во-во, я всем помогу. То есть я должен уже замечать эти маячки, значит, где-то я уже перешёл в тень, вытаскиваем одеждой, вытаскиваем тем, что, возможно, героя давно не благодарили, он где-то не останавливался передохнуть, помнишь, мы говорили, что важно, победил, да, отрезками маленькими, он на короткие дистанции, он не идёт в длительные походы. То есть сделал, поблагодарил, или его, если его не поблагодарили, да, сам себя и отдохнул, мы говорили, эти три штуки, они обязательны. Да, вот я помню, это очень с первого ещё нашего лайла. Да, это очень важно. Ну не победа, а какой-то геройский поступок, обязательно хвала, потом обязательно отдых. Да, 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 да. Да, смотри, и тут это важно, потому что на это мы часто очень вылетаем как раз, у нас мотивация падает, мы перестаём что-то хотеть, злость, вот как раз вот на это я вам всем докажу, что я это сделаю. Потом все говорят, кому ты это делал, что ты это делал, зачем ты это вообще делал, да? Это героям, это вот первым говорят, зачем ты это сделал. То есть у мамы, там, к примеру, там, не знаю, там, двое-трое детей, она говорит, вот я это сделала. И все такие, ну, а зачем, повтори, зачем ты это делал. То есть это с того же героизма. То есть сесть, остановиться, передохнуть и осмотреться. Что там? Одежда, одежда, мы говорили, да, это те же самые браслеты, металл, кожа, курточка, может быть, пояс широкий, кожаный, металлический, вообще прекрасный. Так, идём дальше? Да. Так, у нас следующий опекун, или наставник, или хранитель его ещё называют. Опекун тоже очень интересно, так как все, кто мамы, папы, они, все проживают этот архетип, у кого-то он больше проявлен, у кого-то меньше, но он точно, вы его уже проходили. Или вы сейчас в этом состоянии. У опекуна тень очень интересная. То есть, по сути, опекун – это очень клёвый знак, и он наставник, по сути, он альтруист. Он делает, вот как раз он учит, он передаёт знания, он, по сути, тот проводник, который переводит с уровня на уровень. Это очень классный знак, ой, классный архетип, знак в тени. Это тот человек, который говорит. Я – это тоже жертва, но это уже другая, смотри. Это, то есть, я для вас всё сделал, я для вас всё положила на кон, всю свою жизнь, а вы это не оценили, не видите. Да, вот это та жертва. Это, видишь, тоже жертва, но она другая. Другая. Да. И если за собой проследила вот эти вот «должен», вы мне должны, вот это да, это не внимание, не тепло то, а это именно «вы мне должны вообще всё». Вот это слово «продолжен», то есть, я вам отдала, у каждого будет своё там «должен», к примеру, да. А, обычно это даже не деньги, это обычно, знаешь, вот то внимание, что «видно ли меня? Вы меня не поблагодарили?» Меня не видно. То есть, опекуна, вообще, он в плюсе, он сам собой особо не интересуется, его интересует объект внимания, да. Он его учит, он его развивает, да. Когда мы детьми заняты, нам интересно, как произойдёт, я его научу читать, и он будет это уметь. У тебя уже кайф от того, что ты сделал это, научил. Ты не циклишься на себе, типа «вау, какой я учитель!» Это уже другой характеристик. А именно, когда ты такой раз, и думаешь «классно, у него получилось, я это смог, я смог его перевести на другой уровень». Он умеет уже читать, писать, не знаю, да, знает английский. Вот это вот, вот, настоящий вот наставник, он кайфует от этого. Ну, все мамочки так они и становятся, ой, они так вот забрасывают, да, кто это, ну, мне это всё не интересно, не нужно, вот, ребёнку люлечку, ребёнку книжечку, о массаже к ребёнку, пятое-десятое ребёнку. Есть у нас вот это у женщин крайность, уходить в это материнство, с головой встопать там, а потом всё равно мы выставляем счёт своим детям. Вот, и чем мы больше туда наложили, мы потом такой счёт вываливаем, а нам говорят, ой, а как бы, а почему, а за что? То есть это я переборщила, то есть я снова возвращаюсь к себе и понимаю, что когда звучат такие слова, скорее всего, там уже мне никто ничего не должен. Снова. Где-то я там переборщила. Надо вернуться и понять, почему я туда давила, что я там закрывала. То есть какую-то свою потребность. Опекун, помнишь, он одевается, это не сексуальная, это не открытая одежда, это такая блузки закрытые могут быть, да, такие. Это время как раз поопекаться собой. То есть мы снова возвращаемся к себе, мы где-то себе восполняем. Потому что, скорее всего, когда мы начинаем давить вот в эти, знаешь как, я дам ещё, я туда ещё дам. Мне это нужно. Мне кажется, если я туда дала, то мне как бы вернётся. Вот у опекуна, вот здесь с этим прикосом надо посмотреть. Вот это мама, папа, они туда могут падать. То есть то, что хочется, меня слышно. Оно время от времени зависает, к сожалению, но потом возвращается. То есть понятно, если поймали себя на опекуне, то нужно срочно то, что мы хотим другим дать, начинать давать себе, себе, себе. Да, если я начинаю видеть, что я начинаю контролировать, подавлять, знаешь, то есть не хочется вот этого типа. Куда ты пошёл? Что ты там делаешь? Гиперконтроль. Гиперопёка такая, да? Опёка, да, гиперопёка. Да. Меня больше, да-да-да, вот это туда. Это опекун. В тени. Так, давай я так вижу, у нас уже так почти 9 часов. Так, искатель. Это в тени, значит, искатель – это тот человек, который ищет всегда что-то новое, новые земли, новые информации, его это интересует. То есть он, когда что-то нашёл, он разобрался, следующее, следующее, он особо не останавливается, да? Это можно очень клёво использовать в себе, искателя. Это он прям, это любопытство, любознательность. В тени. Это тот, как мы уже, помню, говорили и повторим, это перфекционисты, которые никогда не достигнут вот этой точки идеала. Они будут искать её, искать, искать, не доходить. То есть это постоянная дорога. Постоянная. То есть это перфекционисты. Вот эти искатели, это в тени, это перфекционисты, они постоянно ищут правильное решение, самое важное, самое нужное. Ну, самое правильное. Ну, мы как знаем, как бы у нас в мире нет ничего на 100%, да, на 99,9%. Когда мы начинаем, это те, а, кстати, это тоже те люди, которые постоянно в саморазвитии. Вот постоянно. То есть они не берут какой-то, да, мы все всегда развиваемся, что-то ищем, но как минимум мы берём методику, для чего нам теория, чтобы воплощать это в практику, да, иначе на... То есть у мудреца могут быть очень много теорий, но даже он воплощает в практику или передаёт другим людям. У искателя это будет всегда поиск не останавливающийся. Когда вы уже поняли, что вы пошли на снова 25-е курсы, и что-то вам снова не дополучили вы там, и опять я хочу, но куда-то записаться, попробуйте остановиться и задуматься. Или хотя бы оглянуться, посмотреть, сколько уже пройдено, и возможно, как минимум, что-то внедрить в жизнь. Потому что мы не успеваем просто это, знаешь, как садить семена. То есть мы их набрали, у нас полные карманы этого всего добра, мы идём дальше, мы идём дальше. Ну или передайте кому-то. Или как бы посейте и идите дальше. То есть, да, если у вас искатель настолько, продвинутый, то есть в плюсе он будет, то есть как Колумб, он открыл Америку, он показал её людям, да, он двинулся дальше, но он сделал вот это, он передал, он рассказал и так дальше. Искатель в тени, он будет просто куда-то бежать. Я вечно не доучилась, я ещё не доучилась, что-то там не узнаю. Я не могу, не имею права передавать знания, потому что я ещё не всё знаю. И это вечная в жизни история. это уже, искатель улетел в тень. Это уже означает, что как бы просто остановиться, оглянуться на свой багаж, на вашу котомку, да, у искателя есть эта котомка, куда он всё это складывает. Просто загляните, посмотрите, что у вас уже там. Может, она уже там вываливается, ну, дайте кому это надо. То есть, как бы, поделитесь, расскажите об этом. Возможно, у вас сразу подтянутся другие ваши архетипы, да, и искатель немножко передохнёт. Просто-напросто. То есть, вот это вот в тени, это надо просто оглянуться, посмотреть, в этом процессе. Очень часто люди зацикливаются на этом процессе, ходят вот этот круг, они до искателя доходят, и они ходят по кругу. Они не развиваются в дальше, больше старше архетипы. Вот если про путь героя, мы дальше будем говорить, на искателе очень часто закрывается нижний круг, и он так дальше ходит по кругу. Да? Потому что у него, посмотри, дальше это уже идут сложнее архетипы. Они притворяют, они создают что-то. Ну, сейчас мы будем говорить, это будет уже творец, это будет правитель, это будет маг, мудрец. Но туда надо дойти. Искатель в этом перфекционизме, перфекционисты это что? Они обычно ничего не открывают. Это очень, они могут быть умные, но они не останавливают, они не сотворят что-то. Потому что они еще недостаточно умны, недостаточно знают чего-то, они снова что-то недостаточно. И они зависают там и ходят по кругу, по этому нижнему кругу. Славный, малый, творец, опекун, герой, искатель. И ходят. это очень много людей. То есть, если вы за собой это заметили, остановились, посмотрели в свою котомку, в свой рюкзак, что у меня уже там насобирала я, и просто делаем какой-то шаг в сторону посеять семена. То есть, зная столько английского, ну, давай я поеду в эту страну и попробую, не знаю, пообщаться там на этом языке, или как минимум поучу кого-то, или пойду офис-менеджером с использованием этого иностранного языка. Ну, где-то я попробую воплотить это в эту жизнь, смотря у кого, какие были цели. То есть, вообще вспомнить, какие мои цели, куда я иду, а где, с чего я начинала. Это искателю. Да, искателю это надо. Ты знаешь, я хочу озвучить, я уже на вебинарах своих говорила, но я хочу все равно. Для меня, я же тоже искатель, я очень любопытная, ну, у меня это по астрологии, я смотрю на... Я помню, в World of the Saint Boris пошел, да, и у меня это как бы по гороскопу тоже обосновано, и в какой-то момент у меня был тоже этот ступор, я говорила это о девочках в интервизионной группе. Мы как раз там встречались, ну, с психологами, я говорила о том, что, ну, я не чувствую себя в праве еще передавать свои знания, потому что я же еще там не узнала, не все книги по психологии. А вот, и мне одна, я, к сожалению, не помню, кто именно, сказала такую фразу, Татьяна, как ты думаешь, точнее, говорит, представь человека, который знает на 100% эту тему, и я представила, он говорит, а ты на сколько процентов? Ну, я говорю, ну, там на процентов, не знаю, 50, макс, может и меньше. Она говорит, а ты представь человека, который знает это на 5%, на 10%, говорю, он даже не сможет быть учеником того, кто на 100%, на 100%, потому что слишком большой разрыв, и слишком большое будет непонимание, и терпения не будет, у кого на 100 уже не будет терпения возиться с теми, кто вот это на 5% знает, ему уже хочется... Правильно сказано, да. А, да, и это мне настолько идея помогла, это такая ресурсная идея, после которой вот я действительно позволила себе делиться своими знаниями, уже применять это в практике, отдавать это людям, и действительно оказалось тысячи людей, которым для них мой уровень уже был высоким. Да, что ты можешь быть проводником с уровня на уровень, да. Да, да. Класс, спасибо. Да, это очень правильно, это вот как раз очень классная, как раз показательная, да, для искателя, когда ты посмотрела в свою, да, котомку, в свой рюкзак, с которым ты шла, и посмотрела, да, то там уже достаточно, возможно, он не забит битком, но этого уже достаточно, что ты можешь дальше, и ты, я уверена, перешла на другой уровень, по архетипам и так дальше, это 100%. Вот, это, то есть, хорошо. Дальше бунтарь у нас идет, после ищущего. Он уже наискал, ломать систему. Да, бунтарь, тот, что у нас любит ломать систему, он даже, скорее всего, не любит, он вынужден. Чем оно обычно, как это получается, что он начинает ломать систему? Он изменил все уже внутри, но он еще этого не осознал, и ему кажется, что все вокруг ему не подходит. На самом деле, изменения есть уже внутри, и него. Пока он это не понял, он занимается разрушением. Разрушением вокруг какой-то системы, какой-то сложившейся уже ситуации. Он ее двигает, он двигает эти стены, какая у него тень. Если он направляет саморазрушение на себя, все эти паттерны поведения, он начинает рушить свои привязанности, он делает какие-то такие, знаешь, действия подрывающие, да, или его работу, то есть он направляет на себя всю эту свою силу, а силища там много энергии, много, помнишь, мы говорили там, очень много энергии, то есть найдите, куда ее применить. То есть самоуничтожение, самоуничтожение, это вот про бунтаря. Если ему кажется, что он не может вовне, он начинает разрушать себя. А так как силы много, то оно достаточно действенно. Это могут быть, конечно, это тот архетип, который агрессия, да, это всяческие могут быть там насилие, это про бунтаря. То есть, ну, все, вот кто это? Обычно это бунтари, да, это не такие, знаешь, такие умные там преступники или еще что-то, это вот именно вот такое бунтарство. Даже те, которые там, не знаю, на улице, обычно, что их туда ведет, люди как бы попадают, вот этот вот дракон, состояние аффекта и так дальше. Ну, мы не будем говорить сейчас о каких-то совсем критических, но это вот это бунтари. То, что их выдавливает, да, и возможность какой-то их ситуации, социум или какое-то положение, это вот так выплескивается. В меньших, конечно, ситуациях, это на себя мы, да, интеллигентные люди, они будут фигачить себя, уничтожать. Это бунтарь. Дайте проявляться ему немножко вовне, то есть то, что мы говорили, да, каким-то безопасным, ну, идите, чувствуйте в себе эту энергию. Лучше всего, конечно, что-то поменять в своей жизни, то есть если у вас уже появилась вот эта вот агрессия, которую вы поворачиваете на себя, обвинитесь вокруг, что вы хотите изменить в своей жизни, где там вам страшно, просто попробуйте поменять какой-то минимум. Вы, не знаю, не хотите жить, не знаю, в этом доме или квартире, ну, просто посмотрите, может где-то, может, не знаю, снять в другом месте, я не хочу жить там со свекровью, ну, просто оглянитесь и подумайте, а вдруг есть какие-то методы, ну, как бы, на этой силе проехать и найти, где жить, может, надо там найти квартиру свекрови или какие-то ресурсы, поменять что-то, потому что там очень много энергии. Вот пишите, энергию в созидательную. Да, да, то есть огляните, не направляйте, то есть если вы начали, на себя уничтожать, у вас появился бунтай, вам что-то сигнализирует вокруг, какая-то ситуация, от которой вы отворачиваетесь. Ну, скажи, может это просто как недостаток дофамина быть, может стоит пойти там, не знаю, с парашюта прыгнуть или просто на какие-то горки там, что-то такое. Смотри, недостаток, недостаток, да, в другом мере. Смотри, я думаю, это очень часто отворачивание от своей ситуации, всё-таки, которая есть рядом. Это всё-таки надо не идти на горки, а всё-таки смотреть, от чего, что уже в жизни. И скорее всего, и скорее всего, вы там можете таки что-то поменять. Просто чем дольше вы будете уходить в какие-то такие, да, прыгнуть куда-то или что-то, это уход от реальности. Да, вы можете это делать какое-то время, но там не поменяется ситуация вокруг вас. Можно ждать, когда она поменяется. То есть, почему оно проявляется? Человек в своём состоянии, как бы, даже если он такой, как мы говорим, адреналинщики, или ещё что-то, да, у них есть гормон, есть такое, да, что действительно в организме повышен такой-то гормон, и он меня двигает. Но это не большинство людей. Если я в своём состоянии обычно, к примеру, творец, правитель и искатель, а тут у меня с какой-то радости начинается вот это бунтарство, агрессия, я вечером прихожу, у меня агрессия, утром я встала, я злюсь, не понимая, на кого позлиться, начинаю злиться на себя, начинаю там, смотрю в зеркало, себе не нравлюсь, я себя там, не знаю, могу называть некрасивой, ну или кто, все разные начинают, мы же свои болевые точки знаем, мы по ним бьём. Это вот, то есть, почему это проявилось? Какая-то ситуация нам тут... Это скорее всего проявляется бунтар, и надо что-то пересмотреть в своей жизни, что-то менять. Да, да, да. Мы можем убегать, конечно, мы можем говорить, я просто устала, или там что-то отдохнуть, устала, у меня усталость будет, я хочу спать, а если у меня агрессия, то что-то маячит у меня, возле меня, где-то, закрывая глазки, я говорю, нет, я этого не видела, я просто позлюсь, разобью чашку, тарелку, или ещё что-то, ну, как бы, чем вы быстрее решите эту ситуацию возле себя, тем пойдёте дальше. Хорошо, так хочется успеть, и остальные архетипы, у нас любящие, дальше эстет. Мне вот подруга, которая, собственно, благодаря которой я с тобой познакомилась, она мне очень так ярко рассказала про эстета, что когда он у нас в тени, это вот, или вообще там заглушить, да, и красоты нет, там ноль, да, когда ты прячешь себя, монашка такая, да, или когда она уже взрывается, это какое-то короткое платье, которым трусы просвечиваются, на таких лабутенах, в маршрутку, и вот как-то вот так, вот так она может проявляется. Мне этот образ показался таким интересным и ярким. Что-то ещё об эстете, как в тени, можешь сказать. В тени, да, да, то есть это люди, которые, это тоже жертвы, могут быть, да, которые не могут, которые попадают в аддикцию от любви. Это тоже аддикция, да, это те, которые, это как бы жертва, которая не может сказать нет, и говорить, ну, я всё равно люблю, и я всё равно, ну, да, ну, даже если бьёт, но не сильно, и не часто. Зависимые, да. Это про зависимость уже. Это тоже жертвы, как мы понимаем, то есть, да, почти вся тень, это, видишь, оно выпадение в такое, когда у меня нет стержня, то есть, я не могу на себя опираться, тогда я выпадаю в теневые такие штуки. То есть, просто у каждого архетипа, она приявляется по-разному. У эстета это выпадение жертва такая, которая будет, которая не может сказать нет, которая попадает в аддикцию, которая перестаёт, знаешь, то, что мы говорим там, ценю себя, ну, мы тоже, знаешь, ценим, как бы там, вот эта оценка себя, я умная, или я красивая, или я нравлюсь кому-то, постоянно это подтверждение. Эстет же, он хочет внимания. Помнишь, мы говорили, что он хочет внимания, но он хочет такого любования, то есть, чтобы сказали, это красиво. То есть, когда я любуюсь, ну, не знаю, цветами, это тоже эффект любования, да, эстет любит любоваться, и он хочет это внимание к себе. Чтобы любовались, как он красивый. Да, это эстет, но я в красоту аналогичную, понимаешь, эстеты, вот, к примеру, у меня есть эстет с ведущих архетипов, я работаю с одеждой, я очень люблю людей, вот реально, они ко мне приходят, я подозреваю, что я начала работать с одеждой, потому что я, вот приходит человек, я его вижу сразу красивым, и я начинаю ему просто показывать, какой он красивый, подбираю обрамление, какое-то еще что-то, я ему показываю, какой он красивый, потому что я его сразу таким вижу. это одно из ведущих. Я говорю, ты видишь человека красивым, даже если он себя не видит, но ты можешь ему показать его. Да, 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 это у эстета, вот это ведущее качество, то есть он это видит, он любуется, и человек, который ко мне приходит, он себя видит в моих глазах, да, и он начинает на себя посмотреть по-другому, это может давать эстет, и у эстета аналогично, то есть как он видит мир, так он думает, что видит его, и когда ему дают возвратку, то есть им любуются, или дальше, ему возвращается это внимание, когда этого не происходит, он начинает хотеть этого внимания, то есть оно лежит в основе его архетипа, и тогда он думает, окей, меня не видно, я привлеку внимание, он уже привлекает внимание методами, знаешь, он не бьет посуду, он одевается так, потому что, ну как ему, то есть как бы, он, я думаю, ну вот я оденусь ярко, я одену чуть короче юбку, меня точно увидят, это эстет говорит, то есть он про женственность, про сексуальность, он про такое, знаешь, про тактильность, он одежду же выбирает, такое тактильное, приятное, это мех, это шелк, это замша, это такое, что можно гладить, он вот про эти, знаешь, он про такую чувственность, вот все, что чувственное, и поэтому у него он думает, ага, ну внимание, я возьму себе это внимание, я одену короче юбку, глубже декольте, меня увидят, но он не думает о том, что внимание, я не могу заметить, да, вот вы меня увидели, вы же видите меня, да, конечно, увидели, как тут не увидеть, знаешь, но внимание, оно что же бывает, я его называю низкочастотным, высокочастотным, да, когда я, есть совершенно разные внимание, бывает такое внимание, что я приду домой, и я пустая, ну, полностью, мне плохо, потому что мне давали настолько низкочастотным, то есть меня раздевали глазами, меня, меня, то есть, понимаешь, мысли были направлены так, что как бы, мне не дали вот это вот, какое вау, какая она красивая, а дали плохие, негативные мысли, я с ними прихожу домой и думаю, ну как же так, ну выложь внимание, но это совершенно низкочастоты внимания, мы знаем, о чем, я думаю, не будем пояснять, я думаю, люди чувствуют это и понимают, о чем я говорю, и есть внимание, когда я могу одеть эстета, я могу одеть, не знаю, замшевые ботфорты, какое-то платье с кашинира, нежно-розовое, я буду идти по улице, и на меня будут обращать внимание, как на эстета, и говорить, как это красиво, и оно мне даст вот эту энергию, которая нужна эстету, и у него не будет ни выреза, у него не будет короткой юбки, у него будет красиво, эстетичный образ, и он получит это внимание, вот, можно вот таким, то есть, в тени, когда у меня уже нет этого внимания, то есть, как я себе могу это взять, эстет очень клево может себя вытягивать в тени, ему, просто, не знаю, покупаю себе цветы, ставлю перед собой, самый проверенный метод, а так красотой, да, давать себе эту красоту, вот, то есть, вот этот, видишь, почти везде рецепт, почти во всех архетипах, он срабатывает, если я почувствовала эту потребность, значит, мне она нужна. Начинать это давать, ну, в психологии это всегда так и говорят, если тебе чего-то не хватает, дай за себе, ай, открой дверь, это Маргарита, открой. Творец, значит, Творец это тот, что новые проекты, он любит творить, он любит, он уже, то есть, вот после любящего приходит, что я могу это делать, я могу что-то новое произвести в этот мир, у Творца в тени это творческая одержимость, он начинает занимать, забивать свое время, свою жизнь, какими-то малозначимыми проектами, их будет много, он будет говорить, я такой занятой, у меня нет совершенно времени, у меня куча проектов, у меня куча дел, у меня то новое, у меня вот это, вот это, вот это, вот это, ни одно не завершено, ни одно не доделано до конца, непонятно, какой приоритетности оно существует, но их много, трудоголизм это про Творца в тени, он говорит, у меня куча дел, да, да, это Творец в тени, да, Потому что творец это же не только руками, это же головой, это новые проекты, это сотворение чего-то, чего не было еще. Трудоголизм это туда же. Как мы можем его вытаскивать из тени? Как минимум себя увидеть на этом месте, то есть понять, выставить приоритетность. Это очень помогает творцу. Как бы ему тяжело, этого бы не было, то есть понять, а куда я иду, свериться со своим компасом, типа какая моя основная цель, не знаю, там домик в Хорватии, ну, к примеру, я хочу жить там возле моря. Меня это приблизило к цели или не приблизило? Выставило по приоритетам. Обычно это отрезвляет творца, да? То есть он как бы видит, что он затаскивал, забивал пустоту какую-то, какие-то свои потребности, обычно это вот этими проектами. Вот это какой-то такой. Ну да, то есть стараться в бегании, стараться скрыть свои чувства, да, то есть я что-то чувствую, не-не-не, я ухожу на работу, и вот нужно ставить, ну, мечтать, ставить цель, и каждый раз себя спрашивать. Она обычно помогает. Да, 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 она обычно помогает, она обычно помогает. Так, давай тогда мы, творца, творец понятный, я поняла, да? Да, творец понятный, а правитель? Да, да. Ну, правитель, понятно, такой, он очень директивный. Да, тиран, да, он выпадает в тирана, он начинает мега-контроль, мега-такая, знаешь, как бы, голову с плеч, если что, так, вы мне тут неверные, так, вы мне тут, что вы тут сделали, я этого не знаю, почему мне не сказали, то есть он выпадает вот в такую строгость, жесткость такую, переходящую в жестокость, то есть у него, знаешь, как Алиса в стране чудес, королева, голову с плеч, все, голову, следующий, вот, вот, это, это туда же. Как выводить? То есть, как выводить? То есть, даже, даже, вот вспомнили как раз эту королеву, по сути, почему она так говорила, вот это же у нее там была же, это маленькая принцесса, маленькая девочка, да, это обиженная, то есть, корень был там, то есть, у нее не было, как выводить? Обычно... Валять себе получается. Знаешь, знаешь, что, почему такое бывает? Когда на правителя обрушивается много ответственности, он перестает справляться, и у него выпадание, он такой, он боится потерять жрецо, и он обычно начинает вот как раз через эту агрессию, через этот гиперконтроль, он начинает, типа, что я все равно это сделаю, то есть, я не могу подвести, когда на него много ответственности. Да, тут немножко расслабиться и понять, что, что я могу делегировать. Для правителя это очень важно вообще, да, делегирование. Понять, что я не справляюсь, для правителя это очень тяжело. Ну, если тяжело, ну, просто скажите, хороший правитель, он всегда всю работу делегирует. А вот это очень важно на самом деле. Я вот учусь этому уже не первый год делегировать. Да. И это очень... Вот я когда-то как раз тоже была, не помню, я это был тренинг, и очень давно. И я самые основные слова запомнила, и они для меня очень помогали в моей работе. Можем подключиться просто, чтобы уже договорить, у нас осталось два архетипа, две тени. Подключимся сейчас еще разок? А ты меня не видишь? Я тебя вижу, но он сейчас отключится через 9 секунд. А, хорошо, да-да-да, давай. Я подключусь, просто мы договорим уже, чтобы закрыть этот гирштальт. Хорошо, пусть будет из двух кусочков.